Одни пишут письма с добрыми пожеланиями нашим бойцам, другие завязывают георгиевские ленты. Студенты Кжельского государственного университета принимают участие в различных благотворительных акциях. Письмо солдату, подарок солдату, а также занимаются сбором гуманитарной помощи. С первых дней объявления специальной военной операции, вообще присоединение новых территорий к Российской Федерации, преподаватели, студенты, сотрудники университета включились в деятельность всероссийских штабов «Мы вместе» и собираем гуманитарную помощь жителям Луганской, Донецкой республик, Запорожской, Херсонской областей. Потом наши акции продолжились в поддержку мобилизованных военнослужащих. И практически два раза в месяц мы собираем вот такие вот акции масштабные, большие. Собранный студентами гуманитарный груз передают в региональный центр сбора, а также адресно мобилизованном из Гжельского территориального управления солдатам. Объем переданной помощи поражает, ведь это свыше 4000 тонн. Особую ценность имеет то, что с душой сделано руками студентов. А так как у нас художественные и творческие специальности, безусловно, мы не могли пройти мимо. И сегодня уже как бы третий раз акция. Первый раз мы делали, у нас были гжельские голуби на георгиевских ленточках и на ленте России. А сегодня вот мы делаем буквы «З» и «В» в знак победы и отправляем наши подарки. Ведь солдатам мобилизованных в том числе стараемся эти подарки передать раменчанам, жителям Гжельца, жителям Гжели, чтобы они получали и радовались за то, что в нашей Гжели, в нашем районе, в Раменской земле, в Подмосковье мирно. И мы ценим и уважаем их работу, их труд. Добрый день. Хотели выразить огромную благодарность Гжельскому государственному университету за гуманитарную помощь. Ваша поддержка очень важна для нас в нашем легком труде, в нашей работе. Спасибо огромное. Браг будет разбит, победа будет за нами. Действительно много студентов принимает участие. Мы даже не можем оценить масштаб этой акции. Мы считаем, что большая часть студентов, а у нас студентов очной формы обучения около трех тысяч, мы считаем, что, наверное, практически все приходят. Екатерина Фролова, Игорь Чернышев и Егор Кабанов. Для программы «Городские вести».